С 1 февраля коллекторы могут написать вам на электронную почту или госуслуги. Для последнего потребуется разрешение заемщика, а чтобы общаться с вами по почте, необходимо, чтобы она была указана в договоре. Выйти на связь с вами может и робот, его действия теперь будут приравнены к человеку, но вы можете попросить его перевести для общения на живого специалиста. Некоторые социальные выплаты будут проиндексированы, в частности материнский капитал на 7,4%. Таким образом, выплата на первого ребенка составит 630 967 рублей, на второго – 833 800 рублей. Вырастет ежемесячная денежная выплата. Ее получают люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной. Проиндексируют и входящую в эту выплату компенсацию набора социальных услуг. Это бесплатные лекарства, проезд на электричках. С 1 февраля повышается оплата за проезд по федеральным трассам грузовиков массой больше 12 тонн. Тариф системы «Платон» вырастет на 21 копейку и составит 3 рубля 5 копеек за километр. Это отразится и на стоимости перевозимых товаров. А предприятия могут создавать и финансировать добровольные пожарные дружины, а также предоставлять им льготы и компенсации. В таком случае с пожарными добровольцами заключают гражданско-правовой договор. Их обеспечивают питанием, формой, оборудованием, могут предоставить помещения, оплату проезда, страховые взносы. Кроме того, в России появятся территориальные добровольные подразделения. Они войдут в структуру пожарной охраны и смогут участвовать в профилактике и тушении пожаров. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.